сегодня у нас с вами мероприятие встреча со специалистом который представляет разработку игр игровую индустрию в нашем случае сейчас вы наблюдаете стрим в котором один из наших студентов моделит персонажа также мы с вами находимся напоминает русской политехники а вот для этого мы подготовили в андрей ленджи небольшие коробочки с эмблемами наших кафедр и нашей депровской политехники я думаю что трансляцию вы прекрасно видите вот на небе прекрасная гроза потихоньку собирается мы можем тут пострелять друг у друга но тут никого нет собственно говоря но тем не менее вот и я бы хотел если нас слышно более-менее я думаю что нас слышно не я хочу чтобы вы рассказали пару слов о себе вас видят и слышат наши студенты рассказали пару слов о вашей компании о том как вы докатились до этой жизни я знаю что раньше вы были не только руководителем но и рядовым так сказать гейм дизайнером или модельером трехмерным пожалуйста расскажите пару слов заново всем привет меня зовут николай я как уже говорил извиняюсь что без камеры так уж получилось я работаю генерал продюсером в компании fracture labs эта компания делает ему rpg на unreal компании два года игру делаем собственно непосредственно именно игру делаем с апреля начиналось это как игра с криптовалютой но потом это идея мы зарубили и делаем игру они биржу при этом я работаю лид гейм дизайнером в компании i logos эта компания входит в топ-20 компаний по мобильному аутсорсу то есть 120 лучших компаний и моя задача сейчас сделать чтобы они входили в топ-20 компаний которые предоставляют услуги по разработке крупных три пола и проектов для пк и консолей при этом я работаю третья работа продюсером в нашей небольшой компании называется size of games и seo там александр лид программист и seo senior программист он работал над пабджи работал во 100 games в dragon's lake работал и над пабджи работал с бакфиксингом чуть-чуть с нетворкингом с геймплеем в основном нетворк и геймплей наша команда 15 человек вот получается я совмещаю ведение нескольких крупных проектов отчасти ищу заказы для аутсорс студии и при этом у нас в этой же аутсорс студии есть какие-то проекты которые мне интересны то есть если какой-то summary я больше по проектам если мне нравится я иду это вести работать и как-то улучшать до того как я докатился до роли генерального продюсера или геймдизайнера у меня был свой инди проект то есть я работаю всего шесть лет в индустрии начинал конечно же со своего на unity сейчас уже только unreal это был небольшой мобильный проект 2d сайт скроллер типичный такой платформер немножечко с экшеном плюс я прикрутил туда dark souls механики то есть это достаточно сложная игра для мобильных было и я делал там все кроме кода то есть game design level design level art анимации 2d шные эффекты оптимизацию звуки и так далее ну и соответственно благодаря этому я получил большой технический бэкграунд и бэкграунд который позволяет понимать объемы задачи насколько сложно сделать ту или иную фичу и это мне помогло к геймдизайнеру потому что очень часто геймдизайнера давайте сделаем вот это допустим я не знаю сделаем и который будет сама сама обучаться но при этом геймдизайнер не понимает как это сделать насколько это сложно или там эффекты какие-то фотореалистичные или анимации motion capture то есть это все очень сложно и нужно понимать объемы работы вот и после индии проект затянулся на два года это была небольшая команда которую я собрал мы забросили этот проект мы показали его на паре выставок он был действительно интересный но мы забросили потому что технический программист перестал вытягивать это все на нити ну и потом у меня началась разработка то есть я пошел в фикс артистом художником по спецэффектам небольшую компанию и подрабатывал как художник по спецэффектам после этого пошел через полгода работать уже middle game дизайнером то есть у меня не было какого-то отрезка где я работал бы как наемный сотрудник как джуниор геймдизайнер или геймдизайнер интерна я сразу пошел миды и поработал на год до те семь месяцев после этого были мобильные проекты контракты и потом уже собственно я пришел к тому где я сейчас то есть это ролик геймдизайнера роль продюсер ролик геймдизайнера я получил позднее чем роль продюсера и сразу тоже несколько пояснений почему я как-то проскочил фазу допустим просто джуниор геймдизайнера потому что у меня был опыт в бизнесе у меня был опыт ведения собственных проектов и написание к ним документации опыт организации команды у меня был большой технический бэкграунд именно на unity потому что я все делал своими руками практически это помогло как-то так классно конечно ну еще тоже маленький нюанс когда я занимался иди я жил в россии у меня ну сразу скажу чтобы как-то тоже немножко пояснить я пошел в сферу не из-за денег у меня никогда не было никаких проблем с финансами так как было несколько бизнесов и клуб виртуальной реальности и агентство по рекламе маркетингу было и грузоперевозки были и стройка была то есть много всяких интересных и не очень штук до инди я мог сидеть пилить все это в гараже до конца жизни и не иметь никаких проблем но я жил в россии и там большие ограничения по индустрии то есть я не мог найти что мне там будет интересно делать и ну что то скажем для души и в итоге я переехал в киев и уже чуть больше двух лет здесь проживаю и работаю но достаточно интересными проектами с классными ребятами то есть именно цель была в геймдев вот сюда вы у нас как у простых смертных есть вопрос который назревает какие направления есть какие нужны специалисты какие навыки должны быть у этих специалистов чтобы быть в данном случае востребованным чтобы реализовать себя где-то то есть навыки визуализации навыки моделирования навыки программирования что куда податься куда бежать есть одна очень важная вещь которая важнее навыков это то какой то человек и это важно в любой сфере не только в геймдеве просто в геймдеве это особенно остро если ты идешь для того чтобы просто заработать денег да ты может это сделаешь но ты перегоришь и тебе ты не и и человек вот который идет просто заработать денег и человек который идет работать над любимым жанром потому что ему нравится допустим местные шутеры они качество их работы будет очень разная это первая важная вещь это мотивация вторая важная вещь это личные черты характера и в принципе как ответственность исполнительность и я бы сказал целеустремленность потому что до из них собака потому что человека который ответственный целеустремленный и исполнительный можно научить делать все что угодно если у него есть к этому желание программировать собирать арт делать модели делать интерфейс делать геймдизайн проектировать сложные там невероятные вещи писать я оптимизировать что угодно анимации эффекты если есть вот эти базовые вещи как ответственность исполнительность или устремленность все что нужно это понять к чему вот есть желание чем больше заниматься и после этого как бы можно делать все что угодно друзья если у вас вопросы докладчику есть пару вопросов какой один из самых любимых ваших жанров над которыми вы хотели поработать или работали рпг то есть я люблю хардкорный рпг с возможностью развития то есть когда мне там не просто надо кнопочку тыкать а я допустим что-то типа соус лайк где у меня есть допустим оружие и я строю вокруг него билд под него подбираю экипировку прокачиваю статы либо что-то типа того же диабло отчасти у нее достаточно гибкая система особенно у третьей несмотря на то какая она в результате плохая получилась очень гибкие умения то есть я поменял руну у меня играется по-другому то есть я могу строить не только item build я могу строить skill build и мне нравится рпг именно гибкостью возможностей и возможности сделать того персонажа который мне нужен не только с точки зрения какой-то вот и крыша роли там спасем мир мне это не интересно я хочу рубить монстра в капусту так как нравится мне тем образом тем способом который нравится мне поэтому соус лайки рпг шки даже мясные шутеры типа дума там есть и про рпг элементы но это уже просто к мясу то есть динамично весело интересно гибко а вы случайно варфрейм не играете просто вы сейчас описываете но то насколько вы любите прокачиваться там определенный билд под определенной ситуации и вот это в точности а варфрейме и еще об одной игре правда я забыл как она называется вы тоже и стири соус блин не помню ладно уже как-нибудь следующий раз можно если есть какая-то зум конференция можно на нее всем подсоединиться или как у вас вообще-то в дискорде было бы удобнее вообще ну да если бы все были просто тоже точно так вот так а сейчас вы докладчика слышите ребят да все раз вот михаил васильевич говорит что он нас слышит он что-то хотел спросить да я хотел задать вопрос работали ли вы раньше на какие-то крупные студии а значит ответ вы не услышали повторить еще да на какие-то особо крупные нет единственным с кем сталкивался это плейджендарь и плейрикс и блин забыл и билд как издатель есть еще определенный опыт работы с варгеймингом но мне он не нравится как компания варгейминг нравится или то как какие они делают мне не нравится что варгейминг это компания одной игры которая при этом компания которая теряет хороших специалистов не готова платить адекватные зарплаты хорошим специалистам и не понимает что делать со всей той денежной массой которые у нее есть но при этом строит умное лицо вот как то так но все равно шеребенку дать дрели по и сказать давай попозируй ну да ну то есть они сделали игру которая с точки зрения интерфейса она ужасная она рассчитана на локальный рынок да прикольно работает да у них есть какие-то фичи да они пошли на мобайл да они заняли нишу но куда двигаться дальше они не понимают потому что они вот очень сильно ограничены своим кругозором и то есть они не понимают мобайл им пойти в консоли им пойти что им делать они постоянно делают новые прототипы и бракуют их они постоянно развиваются в новые направления у них есть какие-то организационные моменты которые плохие у них есть плохой рекрутинг то есть они морозят людей по несколько недель бывает это просто просто название точно так же как у той же плейджендари например да есть некоторые ресурсы там на которых можно прочитать всякие интересные всякую интересную обратную связь от людей которые работали в тех или иных компаниях не всегда это обратная связь честная но так или иначе можно понять что там творится внутри и вот белорусские компании честно вот что плейджендари что варгейминг они очень жадные и им нужно чтобы там я понимаю честно да что есть вот какие-то цифры что две с половиной три три с половиной тысячи долларов вроде кажется много но когда у тебя требования на трех людей то есть тебя требуют и написание документации и придумывание фичей и ведение проекта и принятие решений по этому проекту и аналитику тебя требует и от тебя требует еще и тестирование но на полгода может две с половиной тысячи будут классной зарплатой а потом ты будешь всех ненавидеть потому что у всех должна быть своя задача и люди не должны перегорать это называется здоровая индустрия и вот этого к сожалению во многих компаниях нету они хотят получить многое за малое забывая о том что как бы ну компании покупают реально мозги но помимо мозгов они покупают еще время жизни по сути человека и каждый так или иначе ну практически каждый кому нравится делать игры или работать в этой сфере он хочет сделать свой проект и все что ему нужно это получить деньги на маленькую студию или на то чтобы сделать свой какой-то проект оплатить какую-то работу и вот на этом очень много завязано на отношениях к людям на зарплатах и чем крупнее компания тем хуже это может быть из всего где я работал честно мне больше всего нравится вот твой логос я там хоть и работаю достаточно недавно что-то около пяти месяцев но там очень комфортно в этом плане я работал в других каких компаниях мне не нравится потому что есть знаете тоже такое отношение ну во первых это рынок да всегда нужно понимать что ты продаешь свое время как специалист и тебе платят за то что ты решаешь проблемы и если от тебя не нужно чтобы ты эти проблемы решал то есть нам на проекте вот допустим от тебя николай все твоя работа не нужна поэтому мы там тебя увольняем лучше это услышать чем тебе будут придумывать миллион каких-то причин почему ты там плохой гейм-дизайнер или ты плохой программист или ты плохой level artist искренность вот это того что не хватает в крупных компаниях и из-за этого тоже опять же люди меняют работу люди перегорают то есть есть хороший программист который просто не нужен заказчики его больше не может платить ему говорят что он плохой программист и потом этот программист меняет свою карьеру программиста на карьеру сис админа потому что он плохой программист ему так сказали то есть ну не все железобетонно уверены в том что они делают что они делают классно очень трудно . но еще хотел задать такой вопрос чтобы вы могли посоветовать для тех вот я просто начал разработку одного своего проекта достаточно крупного на анрео джин 4 вы чтобы вы могли бы не посоветовать вот как начинающими разработчику секундочку секундочку сейчас звук опять исчез да я понял что тут происходит сейчас секундочку возобновим опять трансляцию так скажите пару слов раз раз да да вопрос я помню нормально слышно первое это никогда не делать ему рпг первым проектом второе это не делать ему рпг третье не делать больших проектов первыми это первые вещи потому что что такое большое проект ну вот я не могу обнять небо охватить небо как угодно да потому что не потому что как бы это в принципе невозможно потому что я недостаточно большой не нужно понимать что есть большое что есть маленькое конкретно для меня вот что есть большое ты сможешь немножко пояснить то есть что значит большой проект ну вот я к разработке ну вот некоторых людей подсоединил которые в этом ну как больше разбираются чем я и они ну готовы работать на первое время за идею вот а потом уже когда на кикстартере ну если все выйдет нормально соберем там уже будет распределяться ну то есть люди будут работать на энтузиазме и уже там и достаточно профессионально вот а проект почему большой потому что ну вот как первый в своем роде механики которые требуют большого количества усилий ну вот просто как и ну и тематика и механики ну вот одновременно вот ну я понял ты не расскажешь ну смотри в общем скажу тогда то что во первых да начнем с энтузиазма я про проект я все еще помню если люди готовы работать на энтузиазме они готовы работать это не потому что потенциально получат денег а потому что им интересно соответственно людей лучше привлекать на то что ребят это прикольный проект давайте попробуем получите опыт обещать им что-то это бесполезно потому что опять же вы даже медведя не видите его даже нету но вы как бы начинаете выделить это плохо это никакой мотивации не дает потому что ну есть тоже такой такая прикольная штука то есть вопрос человеку ты хочешь ты предпочитать ты почтешь получить 1000 долларов сейчас или там 2000 долларов через полгода 85 процентов выбирает 1000 долларов сейчас то есть если ты не можешь ничего предложить человеку сейчас не надо предлагать он сам найдет для себя мотивацию почему это ему интересно то есть он уже видит твое предложение он уже его понимает не надо все это все портить то есть не надо этого обещать это первое второе по кикстартеру кикстартер это не инструмент для сбора денег будь то fig.co indiegogo и кикстартер это инструмент для того чтобы привлечь аудиторию но чтобы привлечь аудиторию нужно опять же вложиться в рекламу в ютубе фейсбуке это тысячи долларов ну хотя бы 3000 долларов чтобы получить просмотры поэтому кикстартер это возможность но она не гарантирует получение денег и сейчас это немножечко наивно будет рассчитывать что вот вы соберете деньги тот же wasteland 3 например они собрали 3 миллиона долларов при заявленной цели в 600 тысяч но их проект стоит 25 это in exile это внутренняя студия microsoft вот как вы думаете когда вас финансирует microsoft вам нужны деньги на кикстартер или нет вам нужна аудитория теперь по проекту есть любой проектом всегда делится на несколько стадий точно не важно какой игровой там софтварный это как построить дом но вот реально построить дом сначала нужно сделать разметку потом выкопать яму под фундамент сделать фундамент и начать поднимать стены сделать перегородки окна там и потом ставить крышу целиком построить дом это дорого но можно продавать планы домов которые ты построишь потом на все так и делают все архитекторы они рисуют классный план делают презентацию они показывают как будет выглядеть конечный результат это может быть не очень удобное сравнением но она так или иначе коррелирует что сначала нужно сделать прототип показать этот прототип как нам нравится все делится на на мвп ну прототип мвп и уже какой-то релиз продукт если прям детально то это начинается с опруфов концепта то есть у тебя есть идея соберите ее посмотрите как она работает и это в том числе прототипирование альфа стадия что-то улучшить и вы здесь можете что-то переделать но это все равно часть при продакшен то есть вы изучаете вы пробуете вы как-то комбинируете вы пытаетесь достигнуть нужного ощущения от геймплея потому что ну все игры они про эмоции так или иначе веселье страх как угодно задача чтобы пользователь получал эмоции когда это начинает работать можно двигаться дальше либо хотя бы понятно что да это работает задача подтвердить да это работает вот в том виде в котором мы сейчас это имеем нужно двигаться дальше и не менять вот эту ключевую идею то есть есть core его нужно улучшать и на него наращивать то есть это вот как атомы условно новые электроны просто присоединять но тоже не до бесконечности потому что основная идея должна быть усилена но не настолько чтобы потеряться то есть нужно постоянно балансировать между пониманием основного геймплея и пониманием каких-то дополнительных штук которые усиливают этот основной геймплей потому что тоже есть два типа игр одни это геймплей для сюжета то есть в основу это рассказ истории другие это сюжет для геймплея то есть это больше рубилова ведьмак какой бы он там не был да его можно с одной стороны к одной игре отнести с другой стороны к другой это спорный проект он может быть как там геймплей классный для кого-то для кого-то сюжет классный он такой пытается на двух стульях усидеть если взять думы терна он однозначно про геймплей сюжет вроде есть но для галочки ты приходишь рубить монстров то есть должен быть понятен четкий акцент еще во время прототипа прежде чем двигаться дальше и этот акцент надо усиливать то есть монстром отрывать красиво рук руки ноги там рубить их кровищу делать оружие более мощное делать и так далее вот это усиливает усиливать основной идею и собственно двигаться к альфа стадии где чуть-чуть что-то усилили улучшили оптимизировали стало приятнее играться и собственно до беты стадии и здесь уже вопрос когда можно выходить на кикстартер или что-то кому-то показывать чтобы что-то кому-то показать это должно быть понятно как в это играть это должно быть удобно для пользователя если игра соответствует этим требованиям это можно показывать публике инвесторам и так далее то есть это понятно как в это играть это играется комфортно для пользователя есть еще такие штуки как си 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 это три си это character ну камера control character это основные вещи вот если эти вещи есть они работают это уже достойный прототип потому что настроить камеру сделать удобный контроль и персонажа которые реагируют на этот по контроль так как надо это уже много стоит и посмотрите там какие-то проекты которые выходят тот же например гост раннер который слили там все про motion flow все про контроль все про передвижение и все крутится вокруг идеи своего выбора пути куда ты пойдешь как ты будешь двигаться как ты ну то есть вот эти штуки там четко понятно акцент то есть если как-то подвести потому что я тут растянул первое это масштабировать проект исходя из стадии разработки проекта разбить на шаги понять что нужно на первом шаге на втором шаге на третьем шаге понять на каком шаге можно идти к инвесторам либо показывать его на кикстартере и после этого приступать к разработке задача разработки на энтузиазме получить прототип в которой приятно играть вам сами в первую очередь а во вторую очередь он понятен конечному пользователю после этого вы готовы идти куда угодно ну и еще инвестирует не совсем в идеи инвестирует в команды поэтому очень важно как у вас организована работа особенно если это какой-то энтузиазм со мной люди работают на энтузиазме просто так потому что они понимают что им делать как им делать и почему это делать то есть этого более чем достаточно когда у команды есть лидер и в данном случае диктатура это неплохо здоровая диктатура это нормально потому что кто-то должен принимать решение и нести ответственность за эти решения как-то так спасибо большое если еще какие вопросы да насчет вот допустим хорошо вот вы говорили три пола и проекты на какую тематику вы хотите выпустить свой три пола и проект тоже ммой либо же там слэшер или же выживастик какой-нибудь ну я сразу поясню уникальность хотите уйти будете начать его про уникальность он сказал понял ну скажу так есть моя цель какая-то делать веселые игры для пользователя в чем веселье зависит от жанра то есть и три пола и тоже сразу пояснить три пола это все же качество и будем откровенны качественных игр мало но они выстреливают тот же там ведьмак он реально качественный дум и тернул тоже киберпанк ждут потому что они привыкли уже от сиди project of но аудитория привыкла видеть качество соответственно первое это должна быть качественная игра второе это игра жанров которым я имею предпочтение первое это конечно же рпг возможно второе это хоррор третье это мрпг но здесь уже встает другой вопрос бюджетирование если у меня не ограниченный бюджет я бы делал мрпг если у меня есть ограничения и я бы делал либо хоррор либо рпг почему либо либо для хоррора мне нужен хороший режиссер постановщик и обалденный просто звук плюс ну арт-директор очень хороший должен быть если у меня этих ресурсов не будет то ну тогда рпг то есть рпг он как бы попроще сделать хороший рпг чем сделать хорошим рпг или хоррор и мой рпг требует денег хоррор требует специалиста как-то так у меня закончился вопрос у нас еще кто-то слышит или все заснули еще не все заснули какие-то вопросы еще у вас появились у меня есть вопрос о каких вот именно продуктов к продуктах более удобно создавать свои игры и тому подобное еще раз в каких продуктах удобно создавать игры создавать игры это движки правильно игровые движки или нет или что-то другое ты подразумеваешь ну здесь прям такой вопрос на который все очень любят отвечать противоречиво либо в одну пользу вопрос хороший на самом деле и очень правильный почему потому что в начале пути ну так тоже чуть-чуть издалека в начале пути любой человек который вот начинает делать игры он сталкивается с выбором каким сделать это на юнити сделать это на ангел сделать это на гейм мейкере сделать это на гдоте или на каких-то других решениях а может сделать свой движок есть отдельная группа извращенцев которая хочет сделать свой движок и делают это это их право но это не очень решение с точки зрения того чтобы сделать игру вот это это особые люди они классные но как бы это это не очень хороший путь есть например гейммейкер я с ним не знаком поэтому я про него ничего не скажу и остается unity unreal и готов с готовом у меня был опыт работы причем на достаточно закрытых технологиях которые там станут доступны через пару лет скажу так не году мне понравился он имеет недостаточно инструментов гадоте и недостаточно качества разработки самого движка то есть команда разработчиков должна сделать все вещи лучше которые они сделали то есть это инструментарий это работа с эффектами это запеченье света создание шейдеров это вложенность то есть там нету какой-то удобной логики моем понимании удобной логики для вложенности на игровых сущностей и еще очень важно что гадот он создает большое количество лишних метафайлов и это доставляет кучу дискомфорта при работе с системой контроля версии то есть игровая разработка это обязательно система контроля версии типа гита там и так далее перфор сможет почему потому что всегда нужно иметь возможность откатиться на предыдущее работоспособное состояние это очень важно готов он создает трудности потому что он очень большое количество ненужных файлов пытается загрузить отправить комит даже если ты их не трогал в итоге ты должен двойной раз до два раза двойную проверку делать постоянно на всех этапах и проверять что ты ничего ненужного не залил в одиночку это еще удобно но когда у вас идет команда два-три человека вы в готовите кто-то может накосячить и у вас проект сломается потому что вы подлили не те метафайлы в комит в итоге работа встала откатились хорошо но вы не застрахованы от повторного такого вот случая то есть но он хорош для 2d то есть если делать 2d до год это прикольно потому что сам по себе gd script он достаточно простой язык ну и в принципе тоже уроков по году тут достаточно поэтому если делать что-то маленькое в 2d я бы сделал на году че unity unity не удобен при работе со светом шейдерами с частицами он не очень удобен опять же с точки зрения работы с камерой постановки ну то есть вот какие-то анимации камеры и работу с камерой там есть инструменты но они тоже не не далеко не самые лучшие плюс unity не удобен тем что движок не open source то есть если я хочу сделать какой-то серьезный проект мне unity не очень подойдет потому что я могу уткнуться в ограничение движка не придется либо связываться с разработчиками и ждать от них каких-то правок там где мне нужно либо ну либо либо просто я не знаю свечечку поставили где-то и надеяться на чудо это это не бизнес подход поэтому и ну unity да тоже для небольших проектов прикольно что-то более серьезное делать ну я бы я бы не рекомендовал но есть опять же если с чистого листа то unity нет если есть опыт работы с шарп или java script unity может быть неплох ну и плюс для 2d проектов тоже unity хорошая альтернатива делать нетворкинг я бы лично не стал на unity вообще то есть что-то по сети там ммор пгшки прочее нет плюс делать что-то с потрясающе красивой графикой я бы тоже не стал потому что это сложно ну и собственно unreal unreal удобен тем что у него есть библиотека мегасканов комфортная работа со светом в нем из коробки есть практически весь функционал который нужен в нем есть визуальное программирование которое позволяет людям типа меня которые не знают ничего кроме паскаля там позволяет создавать какую-то игровую логику но минусы unreal опять же это большой вес это долгая компиляция это требование к железу то есть его нужно на ssd хранить и все ассеты для анриела весят очень много то есть те же деревья в 4k или 8k камушки и прочее что из мегаскана есть плюс еще у анриела есть у юнити тоже есть конечно библиотека проектов но в анриеле есть демонстрация технологий которые они используют то есть та же система house которую вот они прям для разрушения используют тоже game play ability система которая используется для создания навыков и в принципе она из коробки можно но она реплицируется то есть она по сети работает из коробки плюс эффекты значительно лучше они подтянули ниагару то есть вот есть три движка готов я бы вообще не рекомендовал если есть опыт в unity лучше unity если проект серьезный лучше анриел потому что в анриеле больше инструментов с ним комфортно работать он сделан для людей юнити он сделан как бы немножечко для тех кто не знает что такое анриел готов сделан для того чтобы вы страдали если вас больше чем один то есть опять же еще раз требования это инструментарий второе это сложность проекта она исходит из первого да то что должно быть реализовано почему это должно быть сделано и так далее и доступный инструментарий лучше иметь больше инструментов на старте и понимать что вот у меня есть возможность работать со светом шейдерами материалов и так далее и тогда если ты неправильно оцениваешь объем работы и задач то ты сможешь использовать этот дополнительный функционал себе на благо тебе не придется менять движок и следующий момент это сколько вас команде работает если больше одного не советую году ну и последнее это вот как раз таки опыт работы с каким-то языком в случае анриела это не проблема в случае годота и unity это есть определенные требования скажу так что сейчас на рынке какая ситуация есть анриел есть на юнити предпочитает делать мобайл программистов на юнити найти легко и согласно тому что есть джуны медлы и сеньоры на юнити очень редко нужны сеньор программисты то есть ты вырастаешь до метла и собственно все дальше там твои скиллы выше не нужны никому на анриеле очень мало программистов но они нужны все даже уровне джуниор потому что движок и еще очень важный момент на который стоит обратить внимание при выборе отбрасываем год от вообще здесь он здесь у него тоже этого нету вот есть анриел и есть unity на готов допустим на юнити и к дот команда которая разрабатывает эти движки они не делают игры на своих движках юнити делает сиджай ролики но не игры это значит что они не понимают насколько инструмент с точки зрения разработчика удобен команда анриела делает и сиджи ролики и фортнайт свой везде ну и в целом они начинали с анриел торнамент поэтому они сделали инструмент изначально удобный для игровых разработчиков поэтому вот это то что я имею ввиду когда я говорю что инструмент делом для людей и анриел эпики точнее они имеют очень агрессивную политику расширения они пытаются захватывать сектора именно и киношные и там улучшать анимации и какие-то ассеты то есть они сначала квиксель купили потом они в блендер денег залили они еще в гудине явно денег зальют и так далее и я вижу большую перспективу эпиков исходя из их капитализации и исходя из того как они используют средства то есть за анрилом однозначно будущее они будут отвоевывать большой рынок они даже с apple кусаются да просто чтобы заявить о себе поэтому извините пожалуйста а такой вопрос я недавно в новостях слышал что при разработке мультфильма король лев переиздание которое было 3d на использовали анриал энджин специально ой да анриал энджин специально для предварительного рендера сцен чтобы сценаристы понимали как должны располагаться объекты мандалорис тоже а да спасибо что напомню секундочку секундочку сейчас да может 1 1 нормально да да это нормальный pipeline то есть он используется для визуализации при визуализации в принципе финальный рендер тоже на нем можно делать но этот pipeline вел если я не ошибаюсь джон фавро это хэппи из железного человека это режиссер же этих фильмов если я не ошибаюсь он начал еще железного человека 1 он начал применять анриал энджин именно визуализации либо со 2 я честно я не помню и как раз таки он разработал этот pipeline и он удешевляет именно кинопроизводство в разы страну все марвеловские фильмы так или иначе они снимаются на синем экране с использованием анриала плюс анриал в кино он очень применяется тот же мандалорис например это просто потрясающе сделано и он хорош тем что актеры лучше понимает куда смотреть когда им какую-то при визуализации сделано то есть это упрощает воображение с одной стороны а с другой стороны позволяет режиссеру взглянуть на кадр как он выглядит и еще очень ну то есть это классный pipeline он удобный он упрощает производство кино он удешевляет cg и и в целом он делает как бы меньше нужно перерабатывать всяких штук в кино проблема в том что постоянно перелопачивается одно и то же есть вот первый инструмент это гудини который позволяет быстро получать какой-то визуальный результат то есть вот там построили горы так они давай по-другому хоп перестроили это буквально по клику делается режиссеру нужно видеть картину а второй инструмент это unreal в комбинировании эти инструменты дают вот режиссеру просто такой простор для фантазии действий и изменения чего-то очень быстро и дешево что ну они этим пользуются поэтому качество кино улучшается тоже вот из-за этих пайплайнов из-за инструментов которые у нас есть то есть это это стандарт индустрии практически то есть еще года 3-4 это будет стандарт индустрии что вы думаете по поводу андрей ленджин 5 я его не считаете выстрелить я я вижу только ну во первых это куча хайпа просто на ровном месте вот там что вы думаете как он изменит его еще нету да это мне совсем полигон и сам треугольники будут и в пони этого не я имею ввиду ангел да у нас 4 там 4 25.3 5 да то есть у нас нет инструмента что мы о нем ничего не можем сказать мы или какую-то визуализацию да есть команды которые работают с unreal engine 5 и делают эксклюзивы для playstation 5 то есть консоли не вышли движки не вышли с ними уже работают делают эксклюзивы вот они знают больше явно я со своей стороны могу сказать только что потенциально я вижу лучшую графику лучшую оптимизацию но я вижу увеличение веса игр из-за текстур из-за моделей и вот это в принципе решается каким-то процедурными материалами и если это будет одну если это решаемые проблемы то я вижу большое будущее за англии лсс в принципе это все решает может да может и нет тоже также окклюжен каллинг вроде все лишь решает то есть отсекаем ненужное но под него же нужно тоже строить pipeline уметь с ним работать точно так же как динамическое освещение например она решает кучу проблем с динамической против статической статической зачастую красивее потому что запекли но динамической она выгоднее потому что не нужно кранички хранить куча запеченных карт освещения а если тот же рейтрейсинг который в реал тайме делает все красиво классно но не очень требуется то есть он классный он работает классно но он есть не у каждого то есть это здесь много факторов первое это конечно же насколько удобно работать с технологией второе мы первопроходцы или мы имеем уже какие-то наработанные лучшие практики да то есть технологии могут может быть сложной но у нас есть какие-то гайдлайны и поэтому нам все комфортно работать и третье это конечно же а насколько это востребовано допустим сейчас я не вижу смысла делать что-то с поддержкой рейтрейсинга просто для галочки это просто еще один инфоповод но у игроков вот нет потребности купить практически любой компьютер я не покупаю компьютер но как но я не покупаю crtx она мне тупо для работы не надо потому что ну а для кого я буду делать я же делают для людей и у кого из моей аудитории неважно там будет снг будь это китай япония там сша нету у них этих просто карт с поддержкой рейтрейсинга это первым то есть в основном масса это не имеет это первое второе то что это очень большие ограничения по перфомансу накладывает и нужно еще вот ты делаешь игру просто с динамическим светом обычным а тебе при этом надо еще в рейтрейсинге и прогонять и тестировать чтобы она была оптимизирована иначе мы получаем опять же продукт который сделан на скорую руку electronic arts на frostbite ну типа никто не любит вот эти штуки и в следующий момент насколько это поддерживается консолями потому что деньги не в пк деньги в консолях для серьезных игр ну и на мобайле конечно же ну там почти для всего подряд если у тебя есть деньги на рекламу поэтому рынок диктует есть если на консолях будет рейтрейсинг я буду делать игры с рейтрейсингом потому что консоли playstation 4 если я не ошибаюсь 122 миллиона проданных копий я готов делать на такую аудиторию без проблем конечно у меня есть у меня есть все причины это делать когда этого нету это не стоит того потому что всегда нужно помнить о том что я делаю не для себя я стараюсь делать классно но для кого-то другого мой кайф в том чтобы это было весело для других людей и поэтому я должен ориентироваться всегда на потребителя и я должен его понимать а еще лучше когда я часть этой группы тогда я ее лучше понимаю это во всем в любом бизнесе так то есть если ты не знаешь своего покупателя потребителя фаната в играх это фанаты то ты не сможешь дать ему что-то классное а он тебе соответственно не заплатит потому что он ты же не дал если еще вопросы есть как вы относитесь к последнему финту шами скажем так от sony насчет ой как же это правильно обозвать то забыл слова когда одна игра на многих платформах есть как поступили с не обратно когда со старых консолей на новую а это мультиплатформенность вот или ты имеешь только релизы своих игр на мультиплатформу да да вы докладчика слышите сейчас нет раз раз да слышу слышит да то есть но мультиплатформенность это хорошо но sony она не делает игры мультиплатформенными очень 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 редкий она делает временную эксклюзивность а потом делает мультиплатформу это очень важно потому что sony sony с ее консоли это единственная консоль единственная компания которая вот для нее заходит эта стратегия и ей это очень важно то есть она может сказать что да мы вот сделаем вот это мультиплатформенная или вот это но нужно знать детали если это мультиплатформенность релиза для этого есть причины если это мультиплатформена через год для этого есть причины как этому относиться ну я скажу так я покупаю я готов купить playstation 5 просто для того чтобы поиграть в обе версии человека паука это классные версии 2018 да и да 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 то есть вот именно в них мне для это я готов купить для того чтобы еще в году for поиграть тоже и новый же году for выйдет мне этих игр более чем достаточно как повода для того чтобы купить консоль точно так же как и львиной доли потребителей но дэс трендинг тот же да нужно понимать следующее что sony она должна как-то людей вне круга консоли вне круга вот этой вот тусовки sony она должна как-то их привлечь для этого делается мультиплатформа для этого делаются какие-то порты на тот же horizon тот же дэс трендинг и так далее потому что денег они не очень много с этого получают то есть вот просто есть тоже хороший канал у этот фургеймс старбом макарингов он раньше в игромании там работал почту делал потом где короче класс канала он очень классно рассказывает про то на чем фокусируется sony на чем фокусируется допустим тоже microsoft microsoft у нее доход там полтора триллиона из них чистой прибыли вот но это операционная прибыль а чистой прибыли у них 2,7 миллиарда если я не ошибаюсь долларов сыгр то есть это там какие-то доли процента у sony доход 75 миллиардов долларов из них 3 миллиарда чистой прибыли это доход от игр только вот этот игр от продажи игр а при этом у sony всего 9 миллиардов чистой прибыли то есть у microsoft даже у него есть специализация скажем так другая и вот поэтому sony то есть из-за того что 30 процентов от треть чистой прибыли компании она завязана на играх они будут расширять это они будут делать где-то какие-то игры не супер эксклюзивными не будут мультиплатформу сразу запускать или делать временную эксклюзивность и так далее просто для того чтобы расширить свою аудиторию потому что с кем они воюют вот с кем sony с microsoft ну а в чем война в том что microsoft дает куча игр которые совместимы с пк туда-сюда а с кем еще sony воюет ну со свечом почему даже он всегда доступен ты достал его из кармана и пошел поиграть то есть жалко что ps vita убила портативность у sony ну sony она была нормальная пользоваться откачала и нужно привлекать стратегия соль и сколько их картриджи вот это нормальный шаг для бизнеса это правильный шаг вопрос в том что как к этому относятся фанаты sony очень внимательно потому что ну это японцы для них важно работать со своей аудиторией правильно ну то есть они для них они четко понимают для кого они это делают поэтому ну я отношусь крайне позитивно то они делают не паука то есть если по не паука сделали мультиплатформенным я бы возмутился потому что это был бы неправильный шаг маус морали что можно станет мультиплатформой это киа хидо кодима на ушко шепнул не просто sony же заявили недавно что у них эксклюзивов как таковых больше не будет только временные то есть сейчас есть смысл больше покупать xbox потому что microsoft вы купили obsidian если возможно скоро blizzard даже выкупят но не на временная эксклюзивность еще ладно но если сразу в мультиплатформу трипл эй как как-то странно и не сразу есть нормально меня слышно временная эксклюзивность это хорошо действительно это хорошо потому что ну вот xbox да вот на нем никогда не будет тех игр которые будут вот на sony по качеству да то есть sony этим все равно будет давить чтобы она не говорила и так далее у нее будут эксклюзивы которые будут только эксклюзивами сто процентов потому что есть просто игры ну вот просто даже с точки зрения функционала есть просто игры в которые на геймпаде играть неудобно а на пк типа такой нише даже не существует чтобы вот такие ну то есть какие-то бои на мехах да вот есть какой-то фанат допустим там люблю японских роботов люблю там с ними сражаться такие игры только на sony есть но и она в эксклюзиве либо спайдерменами они всех замучают потому что ну действительно это реально классная игра тот же инфеймос например сколько лет прошло до сих пор нету буду фор на пк я сомневаюсь не будет то есть sony они создают просто повод они хотят привлечь больше людей вот представляете вы услышали вот мы будем делать мультиплатформенные игры а потом sony такая говорит а вы знаете что на пк как бы да мы портируем конечно все классно нам это не выгодно мы тратим много усилий лучше мы сконцентрируемся на создании эксклюзивов и все такие а блин а вот обещали а пойду я себе playstation куплю понимаете ну то есть это это не то что манипуляция это грамотная стратегия обещать а потом обломать это нормально игры так и работают это как иван макс его этим интернетом бесплатным говорю что будет бесплатно на самом-то деле ну не знаю последнее что слышал у них какие-то проблемы со спутником были дальше от новостей по интернету илоны маска я не слышал вообще он всегда может сказать что вы знаете как бы да я планировал это бесплатно я сейчас хочу чтобы это было бесплатно но у нас есть технические сложности и как бы либо мы снижаем темпы производства теслы либо мы как бы берем плату за интернет то есть мы должны выбрать и что вы думаете да конечно давайте мы дадим вам 3 доллара там в месяц или 5 долларов в ну как бы он будет явно дешевле просто это подход к работе с аудиторией в целом в любом бизнесе он очень важен то есть ты можешь обещать как бы одно и ты можешь создать на этом фоне новость а потом ты можешь действительно с реальной проблемой прийти и что-то рассказать ведь не совсем обман ты просто как бы обламываешь все понимают что это да это так будет то есть это как бы честный договор на самом деле все же понимают что вот но не может быть бесплатного интернета пока что по крайней мере очень скептически ну да не может но зато он стоит 3 доллара ну почти бесплатно в кавычках это нехорошо это неплохо это просто такая стратегия а можете рассказать может у вас вакансии какие-нибудь есть но мы расширились в августе на 10 человек у нас в принципе в разрыв ну как бы на этапе переговоров три проекта плюс два своих сейчас делаем в свой небольшой именно только только наш аутсорс только наша компания и в принципе мы не укомплектованы только 3d моделлерами level дизайнерами и в принципе аниматорами то есть у нас хорошие технари у нас хорошие гейм дизайнеры у нас есть даже концептер тоже много конечно их не бывает у нас есть менеджера но вот нам не хватает именно по визуальной части а в визуальной части в плане 3d моделек персонажей или же локаций желательно персонажей потому что для локаций мы используем мегасканы то есть это намного проще выгоднее и быстрее и есть просто человек который собирает из этого красоту то есть level artist есть вопрос от ярослава ярослав вы нас слышите до спрашиваете руку по поводу того что вы сказали вы ищете 3d вы я так понимаю делаете акцент на то что мы в дальнейшем возможно перейдем к вам лишь правильно понимаю слушайте а я не знаю честно говоря не просто так это при рассказываете ну не просто это просто от хотение вам это просто-напросто не выгодно ну как бы честно даже без всякого потом потому что я скажу так какая есть проблема в индустрии для меня до первое это что люди входят с одними ожиданиями получают на выходе другую другие и разочаровываются может быть этот человек сделал бы что-то классное во чтобы я поиграл или сделал бы что-то инновационное что просто взорвало бы мозг мне я потом бы что-то использовал то есть это тоже какие-то личные интересы второе ну как бы можно же что-то полезно сделать я для этого и статьи тоже писал то есть это просто моя позиция будете там захотите прийти 3d ником ну во первых у меня высокие требования да я не видел работы никого то есть если бы я был чисто технически заинтересован в том чтобы с кого-то схантить я бы попросил и попросил бы а покажите мне вот портфолио всех кто сегодня придет я даже такого не спрашивал поэтому это просто просто рассказ ну студентов 4-5 курса портфолио есть в открытом доступе в автодеск дизайн академии там ребят я больше портфолио то есть я вот захожу и мне туда по кликать там или по пинтересту у нас другой хантинг был у нас был вот именно хантинг гейм дизайнер учился в инженерном институте в одессе я к сожалению не помню как он называется у меня память название очень плохая и я просто сказал чувак вот нам нужны интерны программисты то есть мы переводом обучаем с нуля именно программистов на real engine у нас программа обучения там мы вот это вот все это все зависит от личных качеств потому что личные качества это большая фильтрация это очень большой кусок работы пожалуйста скажите что вы берете первокурсников на обучение у меня у меня левел артист работает ему 15 лет получает наличкой делает трипл эй качество почти ну то есть табл эй но он тянется к трипл эй просто собирает асеты просто нашлись познакомились он этим занимается пять лет уже у него опыта вот по зарплате ну это адекватная зарплата то есть это не больше 500 долларов на старт то есть мы не можем работать за доширак мы много начинаем с этого то есть когда мы людей обучаем мы же ну мы не берем деньги почему потому что но зачем типа у нас все нормально что у меня что у сео команды у нас все достаточно хорошо с доходами нам нету смысла брать деньги у нас обучение происходит всему чему угодно да мы не мы не мы не нянчимся то есть у нас есть вот какой-то курс есть какое-то направление мы можем подсказать куда двигаться и человек сам развивается то есть по сути человек сам себя обучает мы просто пинаем нужную сторону соответственно если он обладает чертами характера которых я говорил он достигает успеха и здесь не наш успех здесь его 95 процентов успеха мы просто дали ему материал просто подсказали и потом мы как раз таки с ними работаем на аутсорсе или на внутренних продуктах и то есть ну это и вот хантинг как был с того что мы там закинули сообщение ребята пришли я всех про собеседовал у меня было 120 собеседований за полторы недели отсеялось и осталось всего 20 человек из них отсеялось 10 человек потому что 10 ну там 5 что-то не смогли сделать я уже честно не очень хорошо помню опять просто по скиллам не подошли мы отправили их учиться дали им рабочие материалы сказали ребята приходите вот через три месяца можем с вами пообщаться то есть независимо от результата ребята все получают фидбэк все получают какие-то материалы для изучения и потом куда-то двигаются дальше они у нас тестовый период месяц-два там сколько хочешь столько работы вот те задачи вот те проект как бы изучать так как мы взяли 10 человек мы придумали им проект они все это собрали они поработали ну то есть они полный полный цикл разработки сделали в итоге у нас там готовые боевые юниты которым интересно которые заряжены им способность сделать все что угодно но это программисты с ними прикольно работать их прикольно искать а с 3d никами это не так потому что программистом можно стать на упорстве 3d ником тебе нужно еще понимание света там материалов то есть тебе нужно помимо этого еще многие вещи изучить и здесь намного больше терпения нужно чем быть программистом ну на самом деле то есть порог входа чуть-чуть повыше и как бы у нас то вот как таковой нужды в 3d шниках нет у нас есть контакты команды которые вот делают для фортнайта модельки у нас есть замечательный алогос у которых нетворкинга очень много у нас есть замечательный профиль на арт-стейшн то есть какая-то работа начального уровня там или среднего даже уровня на которую можно было бы там чисто теоретически схантить она пока что отсутствует в принципе потому что мы на коде когда мы получаем деньги у нас нету проблем но именно финансирование на свои проекты они просто соусорса а это крупные суммы ну то есть то там уже понимание собственно кого мы хотим нанять и нанимаются люди конкретно по профилю вот человек нам делает монстров мы вот ему платим его там зарплату сколько он хочет вот делай нам такие пожалуйста то есть как бы это ну скажем так это был бы очень глупый хандинг с моей стороны если бы я так сделал честно ну абсолютно потому что если мы говорим про художников скажу так я я не знаю ни одного творческого человека который будет делать то что ему не нравится получать много денег и быть счастливым а это очень важно то есть если человек не чувствует себя комфортно ему не нравится то что он делает он вряд ли будет делать это вот прям очень очень хорошо так у ярослава опять появился каверзный вопрос нет не каверзный первое мне то что понравилось вы даете люди людям обтисаться самим ну с самим то есть они сами себя выращивают это очень круто я считаю то есть люди сами себя обучают сами занимают сами наступают на грабли только вы можете подсказать или помочь в каких-то только каверзных моментах которых просто физически узнать тяжело да и второе мнение просто то есть типа вот попробуй посмотри сюда ну да вот посмотри во вдруг получится типа да ну и показывать материалу попробуй поклацать попробуй по узнавай вы из этого ничего не теряете макс минимум времени на возможный максимальный прорыв это логично и второй момент мне интересует по поводу того что вы людей регулярно сортируете либо вы отбираете в команду и они работают там до последнего то есть вы цените сам кадр и они само его скажем так момент того что бывают моменты когда совсем другая игра совсем другой проект он человек этому не приспособлены примеру в этом в этом моменте у него нет автоматизма знаний вы его направляете или подсказываете ему в этом либо он просто не за и вы все не знаете вы просто вы ищите другого специалиста этого и по такому а вот меня это интересует этот вопрос потому что когда работа была работа извиняюсь у меня отец был знаком с григоровичем напрямую да смешно не спорю ну он сортировал их регулярно просто так отсеивались потому что именно поэтому была усмешка он исключительно как к ресурсу отдастся для него это был ресурс холодный расчет вот это мне интересует там команда либо работа этот ну это очень важно есть я бы сказал это идет от отношения к людям в принципе у тех кто стоит кто принимает решения у руководителей каких-то и так далее потому что вот представь да мы берем человека у которого есть личностные качества да он за год добивается результатов мы его ведем так или иначе мы что-то подсказываем потом он начинает работать по нашему пайплайну как нам нужно мы обучаем и ведем его как нам нужно потому что у нас у нас нормальные стандарты организации там не в каждой компании такое есть вот именно в на в нашей компании сайзу games и представляешь вот мы там год полтора два с ним работаем мы как-то знания вкладываем и проекты подбираем при этом мы стараемся подбирать проекты так чтобы человеку реально было интересно то что он делает потому что ну если не интересно делать через силу но это такое себе да ну у нас большое количество всяких разных проектов мелких там не мелких средних и так далее и человек развивается а потом когда вот ну представь да ситуацию вот работает классно делает все как надо а потом появляется проект допустим vr и он никогда ничего не делал и тем более еще и я но ему очень интересно да вот он я хочу попробовать и при этом нету никакой работы то блин иди попробуй просто кого-то на подстраховку можно дать но серьезно потому что ты вкладываешь усилия да там не важно какой их объем хоть чуть-чуть ты просто потом ты учишь человека работать так как тебе нужно он получается классный сотрудник потому что во первых у него есть набор вот вот этих качеств личностных да во вторых вы как бы потому что вы подбирали по софт скиллам да то есть людей как людей они людей как работников вы подбирали вот людей в команду каких-то объединенных там общими интересами которые но они понимают почему вы делаете они там тебя способны понять если какие-то проблемы то есть допустим вот там ребята у нас на этот месяц мы там недостаточно проектов мы там будем срезать зарплаты но по крайней мере все будете работать окей да окей потому что ну ты стараешься быть честным насколько ты можешь да ты просто может что-то не сказать что ты забыл до конца честным по крайней мере стараться нужно быть и потом ты просто говоришь а ты знаешь чувак типа да ты вот не можешь вот это в яр сделать не можешь и я и сделать я найму вот такого вот того вот это вот с горы и как бы то будет работать вместо тебя а ты короче иди ну не знаю но иди там ну не знаю но эти for a games да там или восток games да там ну удачи тебе это плохо да у нас была какая ситуация у нас была ситуация что у нас были ограничения по бюджету ребят ну в принципе все устраивало но они хотели уже переезжать ребята были в донецке они получали по 600 долларов в месяц и там но они как бы мы с ну в общем у нас нам нужно было месяца два три еще чтобы подобрать классный заказ и повысить им зарплату хотя бы тысячи ну собственно сели поговорили они говорят ну типа мы хотим сваливать уже прямо сейчас и ну окей да хорошо давайте вас восток games порекомендуем то есть где где раньше работал как раз таки тот же лип программист он их просто порекомендовал двоих ребят туда взяли один час получает там что-то 1500 другой 1600 месяц на позиции медла у нас они джун и то есть у нас просто требования выше а восток голодный до кадров вот networking то есть ребята хотели выше зарплату ребята хотели переехать из донецка мы помогли им это сделать в итоге мы имеем специалистов да вот которые которые знают как мы к ним относят относимся они работают восток games развивается за счет восток games и вот как ты думаешь если я приду и скажу типа вот чувак я готов тебе там у нас есть все отлично да как минимум на два года я готов тебе трешку платить то что ты классный специалист он скажет блин да давай ну типа давай работать я извиняюсь просто ой божечки это что там с тобой приключение что именно и полон развивается в одной компании вы приходите и такой классный у нас все хорошо на два года и он идет к вам это как странно нет он идет потому что здесь очень важно общение то есть человек пошел восток games допустим да не потому что он очень сильно хотел идти потому что у него была финансовая потребность и ты помог кому это сделать и люди которые обладают вот именно такими качествами им нравится работать с тобой понимаешь вот как над проектами в команде им очень нравится но им нужно вот что-то сейчас изменить у них финансовые проблемы ну и типа в донецке не очень комфортно тоже жить соответственно мы помогли им сделать эту эту возможность и в случае когда мы можем покрыть их финансовые какие-то потребности они с большим удовольствием пойдут работать с нами потому что от нас не они ушли мы их как бы вот чуваки идите вот вам классная возможность пожалуйста раз вам очень сильно надо вот мы можем это сделать это просто человеческие отношения и когда ты как бы тебе я больше даже скажу можно предложить не там 3000 долларов через год а предложить даже на 100 долларов меньше чем он сейчас получает он пойдет потому что ему нравится работать с нами это главное что нужно строить коллективе это комфортный уровень работы когда ты делаешь то что тебе нравится не перегораешь получаешь деньги и начальники у тебя не дебилы они знают что происходят они понимают твои проблемы они ну ты можешь по любой проблеме объясниться они как бы ну помогут тебе это решить в рамках своих усилий и поэтому ты готов с ними работать потому что ну они тебе нормально относятся они тебе помогают и проекты тоже интересные очень важно то есть вот как бы проекты честно вот в нормальных отношениях когда в коллективе все классно там зарплаты хорошие проекты решают больше что есть люди которые готовы над определенными вещами работать бесплатно есть люди которые там готовы поменять там место в каком-то юбисофт который там для галочки в резюме нужен на другое просто ну что проект интересный а тут эти тривиальные задачи надоели это с любым специалистом есть личные предпочтения и вот действительно люди которые делают классные штуки они тейны они в первую очередь за проекты может даже команда там плохая но за проекты а когда есть и классная команда и работать удобно и коллектив нормальный и начальники не дебилы и блин проект интересный ну блин дайте два ну то есть действительно как бы человек он он понимает зачем он идет что ему там интересно то есть это как бы это комбо получается и человек такой блин да конечно то есть наша задача как вот каких-то хэдов там продюсеров безделов там владельцев там начальников наша задача создавать эти условия и это то чего нету в большинстве компаний это то к чему в принципе стремятся люди но это то что можно сохранить лишь в коллективе не больше 30 человек что когда вы начинаете расширяться я допустим знаю там вплоть до и до клички кота там у ребят как их зовут там и так далее там ну то есть потому что но это нормальное человеческое общение я знаю какие у них проблемы и за счет этого мы классно общаемся мы классно работаем как чем лучше мы общаемся как люди чем лучше мы друг друга понимаем чем лучше мы друг друга понимаем тем более мы эффективны когда мы не тратим время на ерунду мы там четко поставили задачи пошли работать и нам при этом еще комфортно общаться мы понимаем друг друга вот так вот это лучшая работа это то что ищет в команде этой хорошие командные взаимодействия эффективность улучшается работа делается проще и люди ходят туда с удовольствием в нашем случае вообще удаленно работаем у нас нету офиса, он нам не нужен, мы remote-based, у нас организованы процессы так. У нас есть время для созвона, все должны быть, все пришли, все, ради бога, работайте как хотите, есть задачи, есть спринт, вперед. Не успевайте, давайте обсудим там. Ну, то есть там, хочешь кранчевать? Нет, типа, чувак, вот не надо, есть спринт, задача, ну, ты не успеваешь, напиши, вот надо вот это, хорошо, заложим. Ну, то есть у нас, ну, вот это мы пытаемся сохранить, нормальную, комфортную работу для каждого человека в команде и при этом еще постараться его вырастить куда-то, чтобы он развивался. Последний, например, пример, да, пример, пример, у нас геймдизайнер такой говорит, вот, типа, я готов сделать каминг-аут. Он пишет, есть проект, хочу делать, вот, там, не знаю, что вы скажете, но я очень хочу сделать. Мы просто сказали, ну, чувак, типа, вот, есть ребята, есть команда, выделим тебе бюджет, погнали делать. Все, мы сидим, делаем прототип. Ну, то есть это так работает, ты человек, он это ценит, то есть он понимает, что он может свою идею визуализировать как-то или попытаться сделать. И точно так же каждый в команде. Мы просто, ну, послушаем, ну, да, если идея действительно классная, мы скажем, блин, классная, ну, давай сделаем, почему нет. По крайней мере, прототип. И пойти с этим к инвестору, человек будет участвовать, он как бы, ну, то есть вот это, это очень классно, когда это так работает. И это очень тяжело найти. Поэтому, ну, это может быть наивно, это может быть неправдоподобно, нелогично и так далее. Ну, это работает, потому что, ну, это просто человеческое отношение. Это цена самого себя наше время. Да, какой вопрос? Да, вот вопрос такой еще последний, наверное. Вот если у меня квала, квала идет 131 специальность, то есть у меня направление на, то есть на движение, то есть у меня идет, то есть на физические движения, то есть, но не на программирование самого, вот, под игры, то есть переквал какой-то можно сделать? Самостоятельный. Да, 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 да. То есть самостоятельный именно. На обучение. Естественно, я понимаю, что я сейчас полный ноль, то есть, но если мне интересно это, могу ли я, то есть с нуля полного нуля, причем не зная толком, толком основ, начать что-либо делать, то есть самостоятельно. И если у меня что-то прогорит с этого, естественно, показать, рассказать и тому подобное. И откуда это взять, естественно? Ну, в этом можно без проблем. Ну, то есть нету никаких проблем с тем, чтобы переквалифицироваться, там, что-то изменить, что-то улучшить. Ну, то есть это вообще, в принципе, нормально, потому что, ну, творческий поиск, там, того, чем хочешь заниматься всю жизнь, это обычное дело, пока ты не нашел. Нужно только желание. Ну, действительно, нужно желание, потому что на желании можно пойти в Google и найти все, что нужно. А второе — это понимать, а что, собственно, делать. То есть вот как применить какие-то навыки, что сделать, чтобы понять, то есть какую-то простенькую игру, простенький концепт. Можно попробовать что-то склонировать, там, 3D-шная, очень простенькая. То есть у меня, в принципе, есть таблица. Доступ ко мне. Я вам могу предоставить доступ курсам профессионалов, если вас интересуют или новичков. У нас в Дискорде, как вы видите, все по папочкам разложено. Пожалуйста. Ну, я могу, если вам будет нужно, могу еще скинуть просто линк на табличку, вот прям базовые навыки Unreal Developer. Их достаточно, чтобы джуниором пойти работать потом куда угодно. Пожалуйста. Ну вот, я же хочу сказать основу, что мне это интересно, но оснований толком нет. То есть мне это интересно наблюдать, этим интересно... Это интересно делать. То есть ты сам творишь что-то своими руками, но это круто, я считаю. Ну, или вытворяешь. То есть то, что может потом пробиться в мир, скажем так. Ну, я скажу так, что как бы это на старте может казаться романтичным, но нужно найти, конечно, свою нишу, потому что там вот игры, это искусство. Но игры, это искусство, когда ты их умеешь делать. А когда ты не умеешь, надо понять, а вот что именно мне нравится делать и что именно я делаю хорошо и что я мог бы сделать настолько классным и развиться туда, чтобы сказать, что вот Тайдус. Я понимаю, что это очень тяжелый труд и тебе придется через очень много камней пройти. Но если ты этим горишь настолько, если тебя первые первые заборы не обломали, ну, я думаю, и стены тебя не обломают. Если ты этим горишь. Я говорю, с настроем даже Google с YouTube, ну, они действительно делают чудеса. То есть вот у меня есть какое преимущество. Я понимаю, как это устроено. То есть я не умею программировать вообще. Ну, у меня есть незаконченное среднеспециальное по программированию, но от него ни жарко, ни холодно. Я могу открыть YouTube. То есть я сначала просто понимаю, что я хочу делать. Я условно рисую какую-то схему, там, блок-схему, там, может, мира использую, какой-то флоучат накидаю себе. То есть вот это должно играться вот так приблизительно. Там что-то запишу, там, два-три листа печатных одиннадцатым, десятом шрифтом. Я понимаю, вот надо делать вот это. Разбиваю там это на прототип. Вот надо сделать вот такую штуку. Всё. И иду в тот же реально YouTube. И просто как сделать вот это? Как сделать вот это? Я беру, это собираю. При этом за счёт того, что я сделал хотя бы блок-схему, у меня есть понимание, как это должно быть архитектурно, хотя бы на уровне Гомера Симпсона. И потом я как бы имею готовую игру, сделанную по урокам из YouTube на блюпринтах. Не умею программировать вообще. Просто я подумал. Я уже знаю, как это устроено. Вот это единственное преимущество, которое у меня есть. Да, оно, конечно, очень важно, но YouTube-то есть у всех, Google-то есть у всех, поэтому, ну и в FlowChat тоже каждый может нарисовать мира там или Draw.io или на бумажке нарисовать какую-то схему, как это должно работать. Это может каждый. Классные игры, которые вот кому-то нравятся из вас, у вас тоже у всех по-любому есть что-то любимое, да, вот какая-то игра там кликер, шутер, RPG, там гонка, что угодно. Есть понимание, в чем ключевая штука вот этой игры. Можно это сделать, ну то есть не обязательно делать суперсложное что-то, можно сделать простое, но веселое. Это хороший стартовый шаг, чтобы понять, что вообще интересно, там могу ли я это или нет и насколько это сложно. Друзья, есть? Да, мне интересно. Очень интересно. Вы же действительно заинтересовали. Прямо вот, прям аж захотелось всего и сразу. Не, ну джуны нам все равно не нужны, поэтому я так скажу, там, если табличку этот раздадим, то после этой табличечки, если вы все это заполните, вы можете джуниор-анреал-программистом идти работать в любую компанию. Абсолютно любую. Ubisoft, Wargaming, там, какую угодно, вас возьмут на роль джуниор-программистов. Как-то так. Ну что, вопросы еще остались? Никак нет. Ну, есть еще один, но это уже так. Я тебя понял. Побочно. Хорошо, в таком случае. Можно знать? Да. Это грамотная реклама для нового проекта без громкого имени. Какая она должна быть? Еще раз. Как должна выглядеть грамотная реклама нового проекта? Грамотная реклама для нового проекта от NoName Studio без какого-то громкого имени. Как она должна выглядеть? Какая платформа? На какой платформе? Ну, банальной PC. Для PC. Инди-игра? Просто. Инди-игра. Как игра? Зависит от площадки. То есть, это уже больше маркетинг, но всегда есть основное требование, да, а что нужно игроку. И нужно показать ключевую фишку проекта. Обязательно. То есть, если это, допустим, жестокая игра про разрубание, нужно в этой рекламе показать разрубание. Если это какая-то Souls-like игра, они показывают атмосферу. Ну, то есть, стараются показать атмосферу, какой-то лор, там, вот эти, ты смотришь, вот это вот классно выглядит. Если это какой-нибудь Jedi Fallen Order, там, по Star Wars, все, что тебе нужно показать, это штурмовика и, как бы, lightsaber. Все. Ну, то есть, это зависит от продукта, это зависит от аудитории. Всегда нужно показывать ключевые особенности, продающие, извлекающие, и, либо какой-то классный CG-ролик. В случае, вот, инди-команды лучше показать какой-то, ну, допустим, делаете вы шутер, да. Можно показать просто бодрую стрельбу под бодрую музыку и прервать на каком-то неожиданном моменте, там, все. Ну, то есть, это должно просто цеплять глаз. Это уже маркетинг, да, то есть, и там начинаются такие вещи, как айстоперы, там, target audience и так далее, так далее. То есть, самый лучший способ, простой, это посмотреть на проекты, которые максимально похожи или близки, посмотреть, что они делают и сделать то же самое, но проще. Если это CGI ролик, ну, не надо CGI, лучше смотреть какие-то геймплейные штуки, потому что инди-это про геймплей и какие-то уникальные штуки. Вот. И можно еще собрать фокус-группу в любом случае, то есть, можно сделать превизуализацию, да, если покреативить, всегда можно из каких-то кадров, из фильмов, из рекламных роликов собрать условный ролик, как должен выглядеть вот этот промо-ролик, сделать его, показать фокус-группе. Это очень хороший шаг, это экономит деньги, то есть, при визуализации этого ролика либо при визуализации геймплея, то есть, если тебе было интересно, да, нет, а что тебе понравилось, ну и так далее, но это должна быть фокус-группа людей, которые потенциальные покупатели либо игроки, то есть, как-то так. Костя, что у тебя там наболело? Хотел еще спросить, но забыл, Atomic Heart, вам нравится такой стиль шутера? Ну, это выглядит как стандартный какой-то геймдев, СНГ, СССР, не знаю, потому что много чернухи, грязные цвета, много черного, при этом, опять же, левел дизайн непонятный. Про то, как это играется, на роликах мне не нравится, как это играется, акценты явно не на то. Поэтому я не играл, мне не нравится, во-первых, ситуация вокруг игры, во-вторых, очень большие претензии к тому, что показано в роликах, что показано в геймплее, то есть, это не то качество, которое я бы хотел видеть от подобной игры. То есть, она скучная, очень, очень скучная, она с разрывом очень сильным, то есть, она позиционирует себя как хоррор, но при этом у нее есть экшн-часть. Хоррор, что это такое? Это slow pacing, то есть, медленное повествование, это работа с полумраком, и это работа с светом тьмой, то есть, очень хорошая игра света, плюс звуки, да. А тут, как бы, ты вроде двигаешься медленно, быстро, бьешь быстро, то есть, непонятный микс, непонятный винегрет, то есть, вот, они как бы сделали Dead Space 3, а должен быть Dead Space 1. То есть, кто не знает, проблема в том, что вот Dead Space 1 именно, чем он классный, то, что это хоррор с геймплеем, когда ты можешь навалять противнику, и при этом тебе все равно страшно. Второй больше экшоновый стал, а третий, это просто как бы мясорубка. И вот ребята сделали мясорубку, пытаясь сделать хоррор, и при этом они очень слабо наполнили его осознанным каким-то геймплеем и показали геймплейный ролик с этим. Это, ну, это плохо. Ну, действительно, это плохо. Если это лучшее, что у них есть, то, я думаю, года через 2-3 мы только о них услышим снова, ну, то есть, что они готовы показать игру, сделать какую-то демку и так далее. В пример, Ghostrunner, тот же самый, темп, у которого слили, да, в торренты и так далее, кратно меньше бюджета. Но игра потрясающая. Вот просто по ощущениям она передает все, что ты от нее ожидаешь. Вот ощущения очень важны. Поэтому ребята там собрали винегрет, который непонятно, как к нему относиться, и как бы прогадали. Понятно. И еще такой вопрос. Помните ли вы такую, ну, скажем так, не серию игр, лорно-исторически-экшеновую стратежку, даже, не, не стратежку, как это, сюжетную, в общем, игру Overlord? Да, да, да. Как вы считаете, заслужена ли она, была унижена, слита, я бы даже сказал, избита последней частью? Не второй, а которая после второго уже выходила от другой студии? После второй я, честно говоря, не играл, честно говоря, я не играл, я играл в первую, вторую, и здесь, на самом деле, ну, нету каких-то уникальных вещей, то есть, я про третью не могу сказать, я могу сказать, что в первой, второй нет никаких уникальных вещей, кроме вот этой продающей механики контроля гоблинов, и то, что ты властелин тьмы, ну, то есть, в основном, это привлекает, то, что ты злодей, и ты можешь как бы творить либо зло, либо, ну, даже может чуть-чуть добро, но оно все равно чуть-чуть злое, это классно, а третья, я, честно говоря, пришлюсь в планете. Третья часть, я просто, извиняюсь, что перебиваю, того, кого мы должны слушать, дело в том, что я на днях прошел частично третью часть, ну, как третью, она последняя, просто, как-то наименование у нее хреновое, что я даже не запомнил, скажем так, там появилось четыре властелина тьмы, у каждого свои способности, это превратилось в доту с миньонами. Но она еще по сети, наверное, да? Нет, она не по сети, ну, как не по сети, и в нее можно по сети поиграть, если у ваших друзей с особыми отклонениями какими-нибудь в развитии есть эта игра, и вы хотите вместе там популяться с миньонами друг друга. Ну, это типичный пример вот того, что ребята просто не знали, что делать, а все, что им нужно было сделать, сделать то же самое, просто чуть-чуть расширить базовый геймплей, а добавление четырех разных персонажей это не расширение. втаскивать эту, скажем так, третью часть, уже потихоньку начинаю писать сценарий, но дело в том, что это очень туго идет из-за того, что не до конца понимаю, в какую степь ввести события. Вы же помните, что в первой части это было средневековье, даже не средневековье, а такое вот начало средневековья. Смотри, такой момент, тебе никто не даст эту франшизу, скорее всего, это первое. Второе, имеет большее значение, сделал ли ты прототип, то есть, опять же, с точки зрения Гомера Симпсона, который не умеет ходить, очень удобно использовать блюпринты Unreal, и там практически все, что есть, тебе доступно из коробки, ну, то есть, ты можешь это использовать, чтобы сделать. Соответственно, сделай перса, сделай контрол, а потом, когда это все ощущается уже, подумаешь, куда ты можешь это завести. Ты же можешь и в будущее его отправить, и в прошлое. Тебе не обязательно называть это там Overlord, потому что, если я не ошибаюсь, это THQ, по-моему, да, издатель? Я не помню, как называется. Важно, кто издатель, потому что есть вот, ну, Deep Silver, еще с ними можно договориться, а вот если это THQ, то это, ну, на секундочку, это ребята, которые владеют Rockstar, поэтому с точностью... они точно Rockstar не владеют, сейчас, пару секундочек. А пока... Пока поступил вопрос, может ли наш докладчик поделиться какими-то играми, которым он... Которым предложил. Ну, из того, что не под NDA это Decimated, это вот как раз-таки наша MMORPG, но она страшная кривая, плюс... Ну, что бы только еще сказать. Ну, мы делали Battle Royale, который не вышел, вот, а остальное под NDA есть внутренний проект, Source Like, то есть, ну, как-то его показать, он тоже не закончен. То есть, из законченного у меня есть куча казуальных проектов, пару проектов средней руки, ну, можете посмотреть VR-игру, этот, как она, Guns and Glories, вот. Вот это старенькая достаточно, но там я левую пяточку приложил. Остальное пока под NDA, в скором времени, что вы можете увидеть, это, ну, опять же, MMORPG надолго, вы можете увидеть Source Like, вы можете увидеть хоррор, вы можете увидеть экшн-хоррор, и адвенчуры вы можете увидеть, это в ближайшее время. Ну, ближайшие пяти лет. Будем следить. Будем следить. Если что-то не так будет, мы вас ругать будем. Вот, как-то так. То есть, смотрите, ситуация, я являюсь генеральным продюсером, при этом я не могу никому рассказать о проектах, которые у меня были под NDA, и тем не менее, я получаю хорошие job-офферы. Если бы у меня были какие-то проекты классные, о которых я мог бы рассказать, да, ну, там, два года срока еще осталось, все было бы куда веселее. То есть, это, опять же, показывает, что важно то, какой вы человек, как вы, ну, здесь уже на моей должности имеет значение организация, имеет значение работа с людьми, с командой, какие-то громкие тайтлы могут за вами не стоять. Важно, какой вы человек, и это очень, очень сильно помогает в том, чтобы делать крутые вещи. Я вот сейчас услышал момент о том, что продвигается очень множество проектов, но какой-то кривой, какой-то недоделанный, то есть, из-за чего это? Или разнобой, скажем так, команд, то, что вы делаете, не все одно место и заканчиваете, а полностью кидаетесь на все подряд и не можете что-то до кучи собрать. То есть, вот в чем проблема. Либо оно не стрельнуло и выжжено. Да, есть проекты, которые внутренние и которые мы финансируем за счет своих денег, поэтому они на альфы. И то есть, эту альфу нужно доводить до прототипа адекватного, хотя бы до вертикал слайса, на который нужны ресурсы, чтобы идти к инвестору. Это первое. То есть, первое, это внутренние проекты, которые требуют завершения. Второе, это аутсорс проекты, к которым мы приложили руку, и у нас есть возможность о них говорить, что мы их делали. Еще, в принципе, мы можем говорить, что мы делали картель тайкун, но как бы такой не очень классный проект. Вот. То есть, первое, еще раз, это внутренние проекты, которые требуют доработки. Второе, это аутсорс проекты, над которыми мы работали, и у нас, согласно NDA, мы можем говорить, что мы над ними работали. Третий момент, это есть проекты, которые мы давно хотели сделать, и которые сейчас для нас дешевы, и мы можем их быстро сделать. То есть, это такое маленькое окно возможностей. И так как мы неупрямые ослы, мы можем поставить наш основной огромный проект, который нужно делать еще три месяца на паузу, сделать проект за месяц прототип, и потом вернуться к нашему большому проекту, пока прототип ищет финансирование, большой проект доделывается и тоже начинает искать финансирование. То есть, мы как бы берем паузу, при этом, что там программисты, допустим, переходят, на том-то проекте все равно работа продолжается с эффектами, со звуками, с документацией. То есть, он так или иначе улучшается, просто функционал в него не особо добавляется. Вот. Это первый вопрос. Ему надо отдохнуть и дородиться, скажем так, да, я понял. А вот это первый вариант. А вдруг у нас хватает людей, чтобы работать над всем, понимаешь? Это же тоже может быть. И мы просто расширяемся, потому что у нас есть возможность. А тут пишут, интересно было бы взглянуть на игры сейчас, на прямую трансляцию, к которым вы приложили руку. Он же диктовал, предлагал. Не, ну диктовать это одно, а посмотреть вживую. Ну так тебе подиктовали название. Во-первых, есть проблема, что наш гость, по-моему, с мобильного устройства сейчас говорит и не имеет тус. Не-не-не, я с компьютера. Я могу просто отослать как минимум YouTube-видео прототипа с июля, по-моему. А потом может быть где-то в декабре пришлю, посмотрите, разница большая. Ну можно ссылки бросать. Можно ссылки, я просто в основное потом туда покидаю. Мне вот просто интересно, а почему вы не комбинируетесь с другими, скажем так, гейм-студиями, которые так же самоработают, тренируются, либо это. То есть какие-то... Мы комбинируемся, только мы комбинируемся с точки зрения кода и аутсорса. У них есть визуал, а у нас есть программисты. Но кодев, да, вот если прям, допустим, мы вот сейчас говорим, что вот есть iLogos, огромная компания, у них очень классный визуал, все супер, и есть вот наша компашка программистов, и мы говорим, ребята, там, колян, сел, и логосов, давай сделаем вот это, давай, а что, как будем делать? Ну давай, короче, на кодеве без инвестиций. И он такой-такой подумает просто, посчитает, скажет, ну ты знаешь, типа я хочу 70% как вот компанию давать это, а как бы зачем нам такое? А у нас еще инвестор какой-то, ну точнее, паблишер должен быть, чтобы охват получить. И получается, что... да, я говорю, на равноправных условиях, которые будут. Даже на равных условиях это слишком большое снижение наших, ну в принципе, доходов, да, и влияние тоже на проект. Потому что, когда есть два человека на равных условиях, у одного должно быть 51, у другого 49. Это равные условия. Должен тот быть всегда, кто принимает финальное решение, с кем ты не поспоришь, не можешь. В кодеве это сложно организовать, несмотря на то, какие у вас хорошие отношения. И поэтому лучше всегда делать так, что вот, ребята, типа вы без девы, допустим, от iLogos, вот у вас нетворкинг, давайте там засылаем просто к Bandai Namco или к Konami, ваши без девы проводят эту сделку, мы получаем инвестиции, и вот как бы вот на эту сумму мы готовы оплатить работу и, допустим, сверху накинуть как бы 5% аппортаж. Окей, окей, все, погнали. В итоге мы обеспечиваем компанию в условном кодеве, в коллаборации, мы обеспечиваем им работу, они помогают нам протолкнуть сделку, мы даем им часть, маленькую часть прибыли и получаем львиную долю прибыли, и дальше мы с ними как бы можем уже говорить на совсем других условиях о чем-то более крупном. Здесь вопрос в том, насколько вот этот большой шаг и в том, насколько вы готовы там смотреть наперед, потому что очень важно вот как в шахматы играть здесь. И как бы кодев — это очевидно, но это не всегда хорошо, это сложно, потому что влияние, потому что деньги, потому что прибыли, потому что есть, допустим, человек, компания, ну, те же Alokos, они говорят, а мы можем выделить миллион на визуал, да, вот миллион мы можем выделить. Ну, Ну, надо, давайте вот за 12 месяцев миллион на визуал. Как ты проверишь, что стоимость их работ равна миллион, ты должен затребовать отчетность, правильно? Правильно. Насколько она будет честна? Ты не знаешь. Какая маржа их? Ты не знаешь. Может, они тебе не по полному рейту продают, а если ты спросишь, а это как бы адекватный рейт, сколько ребята получают, они могут сказать, ну, наверное, и уже начинаются какие-то вот терки, вот это недоверие, то есть это не то, к чему стоит стремиться. Хотели они. Стремиться так, когда вот бюджет есть, договорились, отлично, все, какая там у вас маржа от этих инвестиций, меня не интересует, сделайте классную работу, все хорошо. И, соответственно, ты предъявляешь уже, если работа не сделана как надо. Кодеви, это тяжело. то есть это тяжелые отношения. Это вот как, как бы, это когда вот вы в браке 15 лет, у вас трое детей, вы хотите развестись, но вроде деток жалко, а вроде как бы и жена такая злая. то есть вот, типа, ты не знаешь, что делать. И вот Кодев, это обычно вот такая ситуация. Да, сравнение, конечно, огонь. только хочу поддержать, пиздец. Без других слов набрать не могу. Разделяю власть и политика, конечно, интересная. одиночку, у которой трое детей, и при этом она хочет съездить, отдохнуть в Турцию, а при этом, как бы, детей оставить не с кем, а деньги на Турцию есть. А что делать? А на детей нету. И вот тоже точно так же можно. Короче, на палец сесть и девочке остаться, я понял. Да, 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 что-то уже слышно. Ладно, вы поняли вас. Ну, в любом случае, если вас интересует, в плане, вам интересно, чтобы мы что-то попробовали, что-то покрутили, что-то повертели, даже если какой-то из, из нынешних зрителей, хотя бы один процент пробьется, то есть один человек, тот же самый там, либо на полпути будет, скажем так, к тому процессу, который необходим вам, или который вы хотите увидеть, то, я думаю, игра стоит свеч. Я бы сказал так, имеет большее значение, поможет ли что-то из того, что я сказал, и какие материалы предоставлю кому-то из вас, сделать осознанный выбор, чем заниматься дальнейшую жизнь. Ну, это как бы важнее, потому что, с этим уже, вы потом, либо я к вам приду, либо вы ко мне придете, либо вы куда-то в другое место, ну, то есть это не так важно. Либо будем сотрудничать. Ну, да, всему свое время. Понятное дело. Ну, смотрите, у вас есть, вот, готовые макеты, чтобы объяснить, предложить, кто, что, куда, зачем делает? Вот, типа такого. Если, я так понимаю, если вы впервые общаетесь, то ладно, я не могу этого попросить. Но, если я так понимаю, вы уже не первый раз предлагаете, рассказываете, общаетесь. То есть, какой-то макет или какой-то наброски предложений, то есть, уже присутствует, чтобы человек понимал, что, от чего ему додвигаться, скажем так. то есть, вы предлагаете, скажем так, знания, то есть, естественно, какие-то зачатки есть? То есть, от чего отталкиваться, скажем так? Для программистов. То есть, все, что у нас есть, это табличка для программистов и список рекомендуемой литературы, которая позволяет, ну, стартануть все. Ну, то есть, просто самостоятельно изучать, ничего более. Давайте, кидайте все, что можно, кроме нас. Если вас заинтересует геймдев, я постараюсь пригласить специалиста, который, являясь альтруистом, когда начался первый ковид, спросил у людей в сети, кому-то интересно, как игры создавать в Анриле. К нему записалось бесплатно 500 человек, он провел для них прекрасный курс, который есть в открытом доступе. Я с ним сейчас веду переговоры, если удастся его завлечь, то на следующую трансляцию мы его пригласим. Он из другой студии, и он, может быть, нам тоже расскажет. Знаете, кто у нас тут? Бесплатный курс резко не стал платным. Дело не в этом. Дело даже не в этом. Как вас, как нашего гостя звать, извините, по имени? Николай Николай. Николай. Я люблю, я не знаю, я всегда приветствую момент, кооперирования и дружного коллектива. И когда люди собираются из разных, скажем так, своеобразных, по жаргону, мастей, то есть, может выйти что-то совсем необычное. То есть, из ряда вон выходящее. Вот когда люди начинают кооперироваться, интересоваться, обмениваться знаниями, без финансовой выгоды, чисто, вот как говорится, альтруизм. Это всегда интересно, это всегда продуктивно. Возможно, не с первого, но со второго точно раза, с третьего. То есть, ну и это всегда, ну и я считаю, это будет всегда круто. И если вы заинтересованы в этом, если вам это интересно, я бы очень рад был видеть, чтобы какая-то, скажем так, какую-то часть времени по возможности вы нам уделяли, рассказывали, если вы этого сами пожелаете. То есть, и тут выгоды, возможно, у вас никакой не будет первоначальный. То есть, это сто процентов. Нет, это без проблем, это интересно. Просто, ну, насчёт выгоды и какого-то альтруизма, да, есть следующие вещи, которые каждый, кто кому-то что-то рассказывает и пытается научить, всегда для себя должен знать. Первое. Когда ты что-то кому-то рассказываешь, ты начинаешь понимать это лучше. Второе. Когда ты тоже, опять же, слышишь вопрос, и ты понимаешь, какие проблемы есть. И ты можешь по-другому подходить к каким-то вещам. Ну, то есть, ты по-другому видишь эти проблемы. Возможно, у тебя появится идея какая-то для материала. Плюс, ну, то есть, скажу так, у меня есть несколько обучающих программ, которые я вот потихонечку разрабатываю на пассиве для такой крупной школы одной, которая Games Gathering у нас в Украине организует. вот, и мне любые вопросы и какой-то фидбэк, и какие-то рассказы, они всегда полезны, просто для того, чтобы понимать, что, собственно, интересно, и с какими, ну, и что непонятно. это понятно. это понятно. Сила знания, конечно. Это понятно. Ну, так-то вроде все. Я все свои предложения выдвинул, если кто-то еще желает, пускай говорит. То есть, а там уже, я думаю, вы с Ильем Владимировичем договоритесь, либо разобщаетесь, ну, и он будет, скажем так, держать, мы будем через него держать как-то с вами связь. Ну, что, будем потихоньку завершать нашу трансляцию, поблагодарим нашего гостя за то, что он потратил безвозмездно свое время. Спасибо. Ну, в качестве статистики могу сказать, что у нас из приглашенных нами 400 студентов на трансляции присутствовало 22 человека насчет активности студентов наших. К сожалению, я вижу, что наши студенты, которые кричали, что придут к нам заниматься дизайном, они, в общем-то, проигнорили нас практически в полном составе, в том числе, несмотря на то, что именно за этим сюда хотели прийти и заниматься, но я буду стараться их дальше растормошить каким-то образом, может быть, на следующих трансляциях их будет побольше. это потенциальные гейм-дизайнеры имеете в виду? Нет, мы дизайнеры, промышленные дизайнеры, но тем не менее... Мы дизайнеры всего. Да, Аннушка наша дизайнер всего на свете. А вот, соответственно, мы благодарим еще раз вас, благодарим студентов, которые все-таки оказались здесь и нас услышали. Я вижу, что здесь из разных факультетов люди есть не только наши механики, но и факультет информационных технологий слегка, видимо, присутствует. Всех благодарю за собрание. Удачи всем. Спасибо. До новых радостных встреч. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok